В рамках спортивной декады прошел открытый городской куба города Сочи по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. Боролись за призы и медали 8 команд со всего края. 100 спортсменов представляют Краснодар, Новороссийск, Белореченск, Армавир, Станицу Ленинградскую и, конечно, Сочи. В декабре месяц у нас насыщенный месяц. Почему? Потому что все мероприятия у нас приурочены и связаны с Днем инвалидов, к Новому году, к Рождественским праздникам. Значит, сейчас вот вы видите, проводится турнир по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. Следующий у нас будет турнир проводиться среди спортсменов ДЦП по футболу. Следующий среди спортсменов ДЦП и пода по шашкам, шахматам. Затем по конному спорту тоже самое спортсмены ДЦП покажут конную паралимпийскую выездку. На волейбольной площадке необычная тишина. Все эмоции спортсмены выражают языком жестов. Несмотря на это, сама игра очень оживленная. Все участники – профессиональные спортсмены. Многим спорт помогает не только поддерживать здоровье, но и найти новых друзей. Наша команда всегда с удовольствием приезжает в Сочи, потому что здесь у нас очень много друзей, которых мы знаем уже столько лет, что просто, ну, сказать страшно. Все выросли в школе вместе, многие попереженились между собой. То есть наши здесь, ваши там. То есть у нас очень тесные связи. И вообще это такое дело, что оно развивает общение среди инвалидов. То есть вот они ездят на турниры друг к другу в гости. Это очень помогает в общении инвалидов между собой. Сочинские волейболисты отчаянно боролись за первое место. Все-таки хозяева соревнований. Тем более опыт у них уже есть. Совсем недавно сочинская волейбольная команда с нарушением слуха впервые в истории стала чемпионом Краснодарского края. Впереди еще много турниров, и спортсмены уже готовятся покорять новые высоты. Наша команда чувствует, что мы можем выиграть. Поэтому мы будем бороться только за первое место. Второе место уже все, это уже другой уровень. Мы планируем участвовать на чемпионат России по волейболу. Я как раз собираюсь команду, там разные города приехали. Мы после этой игры будем обсуждать, чтобы собрать команду Краснодар, которая не участвует на чемпионат России по волейболу. По итогам турнира первое место завоевала сборная Новороссийска. Второе – команда Армавира. Третье досталось сочинцам. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.